Сегодня в России более полутора миллионов детишек впервые переступают в порог школы. И очень важно, чтобы вы, дорогие первоклассники, были достойны высокого уровня обучения в 21-м лицее города Иваново. Тех выдающихся традиций педагогических, которые здесь есть. Поздравление с МКС и свой первый звонок на плече министра образования и науки Российской Федерации эта девочка должна запомнить на всю жизнь. Дмитрий Ливанов посетил регион, чтобы посмотреть, как живут школы и вузы региона. Первая остановка на пути министра образцовала показательный 21-й лицей. За прошедший год у нас было 18 делегаций не только из центральных городов Российской Федерации, но даже из Казахстана, из Украины и Белоруссии. Мы обмениваемся опытом и опыт распространяется. Этот проект электронная проходная сейчас уже во всех школах. Встретили министра ученики первых 11-х классов лицея. Для одних 1 сентября начало новой интересной школьной жизни, для других старт подготовки к поступлению в вузы. Я думаю, что начало работы. Праздники остались в детском саду, в школе, а сейчас уже надо готовиться к работе, к труду, к вступлению в будущее. Вчера с мамой все готовили к первому сентября. Причёски, всякие делали, учились. Целый день потратили на образцы. Я буду большой, если вырасту, и буду учиться. В лицее Дмитрий Ливанов ознакомился с системой электронная школа, которая уже несколько лет тестируется в образовательных учреждениях региона. Буквально вся жизнь современного ученика связана с новыми технологиями. В школу он входит с помощью электронной проходной, завтракает и обедает с помощью услуги «Электронная столовая». Также в 21-м лицее работает программа «Электронная библиотека». Оценки успеваемости родители воспитанников также могут узнать в режиме онлайн. Дмитрий Ливанов отметил, в регион он приехал не только наблюдать за успехами, но и решать проблемы. Мы как раз с полном Алексеевичем сегодня обсуждали, что ещё нам нужно сделать. Всё-таки пока очередь небольшая, но есть для получения мест в детских садах от трёх до семи лет. Но ещё есть дети до трёх лет, которым тоже нужны места. Нам нужно строить новые школьные здания и в городах, и в сельской местности. Нам нужно ещё решить целый ряд важных задач. Глава региона и министр образования обсудили возможность проведения в регионе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2021 году и ряд острых вопросов системы образования. Впереди ещё массовая строительство и реконструкция в школах. У нас есть достаточно острый момент в Савине по строительству школы. Мы обратились к Дмитрию Викторовичу и к представителю правительства. Мы попросили о поддержке, которая нам была обещана. В программе визита министра в регион посещение интерната имени Стасовой, встреча со студентами и осмотр нового 10-го корпуса госуниверситета. Продолжение следует... Продолжение следует...